Асфальт сошел вместе со снегом. Краматорск теперь напоминает Венецию. Улицы превратились в реки. Дороги в Донецкой области ремонтировали в конце прошлого года, но после зимы они пришли в негодность. Почему асфальт не выдержал испытания морозами, узнавал Алексей Куделя. Не дороги, а полоса препятствий. О том, что когда-то здесь был асфальт, сегодня напоминают только его крошки на обочинах. На дорожном покрытии сплошные выбоины. Машины не едут, а скачут, теряя колеса. Вот свежая мятина. Эту неделю назад я уже ровнял. Могу показать еще бампер. Бампер. Вот. Части уже поцарапаны, потресканы. Пару больших ям просто. Самое опасное, говорят водители, что из-за отсутствия в городе ливневой канализации ямы покрыты водой. Вроде скорость небольшая, вроде шаг придерживается скорости, а ну яму объехать невозможно. Полторы тысячи искать стоит. За кто за это отвечает? Да никто. Артем Белов помнит, как в ноябре и декабре коммунальщики активно осваивали бюджетные деньги и клали асфальт прямо в лужи. С потеплением дорожное покрытие растаяло вместе со снегом. Вот только потеплело, снег растаял, вода пошла и все, асфальт поплыл. То есть практически все дороги убиты. Город, трасса, за городом вообще дорог нет. Водители уверены, коммунальщики нарушили технологию укладки асфальта. Ума не мая в этих, кто делал. Дороги делают, чтобы они и такие были. А они делали рыстаком. И сейчас полно воды, разбито, и вот это, что слали, все, как скажете, этому самому. Короче говоря, технологию нарушили, сплошное нарушение технологии, и поэтому дороги страшные. Качеством ремонта дорог заинтересовались в прокуратуре. Правоохранители допускают, что местные чиновники украли деньги, выделенные на новый асфальт. В этом году на дороге в Донецкой области выделено 90 миллионов гривен. Этого хватит на 11 километров покрытия хорошего качества. Поэтому чиновники считают, что лучше в очередной раз залатать ямы и ждать следующего года, когда у каждой области будет общий дорожный фонд. Передадутся дороги в управление областям. И тогда уже не будет кивать Ванька на Петьку, Петька на Ваньку. Это дорога областного значения, а это дорога державного значения. Но этот дорожный фонд очень важен. Пока что, на жаль, финансовый ресурс на дороге обмеженный. На ремонт дорог, говорит губернатор, должна поступать половина суммы от растаможенных в области грузов. Но самые крупные поставщики предпочитают это делать в других регионах. Поэтому денег и не хватает.